Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Юлия, вы на канале Рукоделий. И сегодня предлагаю вашему вниманию стильную, элегантную безрукавку, которая связана регланом сверху. Небольшая стойка, реглан-погон, изнаночными петлями вывязан. Основная вязка лицевая, и впереди вот здесь сделана такая дорожка из изнаночных петель. Такая же дорожка на спинке. Ну, это так, для поддержания вот этого вот погона. С боков разрезы, ну, такие достаточно большие. Пройма тоже большая, поэтому она получилась очень удобная, стильная, теплая, потому что она шерстяная. Описание в инфобоксе. Приятного просмотра! Собрались у меня мериносы разных оттенков, подходящие друг к другу, и я решила связать себе жилет, вот такой полосатый, с высокой горловиной. Основной акцент будет синий, у меня есть 150 грамм, ну, такой синий полушерсти. Вот это все чистый меринос. Собирала, купила на стоке такую пряжу, и вот такая возникла идея. Сначала появилась пряжа, а потом уже идея. Вязать буду без расчетов, можно сказать. Планирую сделать реглан-погон. Еще у меня будут акценты впереди, и погон будет с изнаночной гладью. И такие же акценты изнаночной глади посередине передней части и спинки. Основная вязка лицевые, и акценты вот так изнаночными петлями. Петли набрала методом айкорд, и уже исходя из вот этой длины наборного ряда, я набирала вот такие спицы, и сразу смотрела, чтобы это пролазила у меня сюда голова. Я не считала. Набирала, набирала, и в результате у меня получилось 146 петель. Окружность, вот здесь горловины, тут порядка 60 сантиметров. Вот так это выглядит. Пока я связала вот такую длину, еще, наверное, немножко провяжу, и горловина будет готова. Сейчас я вяжу на спицах 2,5, планирую основную часть вязать спицами номер 3. Вот такой вот будет жилет без расчетов, и реглан-погон. 146 петель я набрала, замкнула в круг, и разделила их следующим образом. По 10 петель на погон сразу разделила, и 10 петель посередине передней части спинки. Их провязываю изнаночными, а между ними вот эти сектора провязываю лицевыми. Соответственно, у меня будет 26, 26, 27, 27 петель вот этих вот сектор. Ну, тут не страшно, что тут разница одна петля, потому что я еще буду делать росток, и за счет этого у меня все это компенсируется, это не страшно. Ну, так получается, 146, можно было добрать 2, и сделать поровну 27, 27, поделить поровну. Ну, так уже набрала, и так разделила. Вот так это сейчас и выглядит. Симпатично. Очень приятное тело. Пока что к рукам. Полотно получается. Планирую делать широкие полоски. Вот я вот так условно нарисовала. Довяжу вот до этих мест реглан-погон. Затем разделю вязание на переднюю часть и спинку. Слежу отдельно, потом опять соединю. А затем сделаю тут большие разрезы вязание. Может быть, спинка будет немножко удлиненная, пока не знаю. Вот такая идея. Связала уже горловину. Горловина у меня 20 рядов. На спицах 2,5. Перешла на спицы номер 3. Сейчас вяжу росток. Росток. Вот здесь хорошо видно. Это спинка. Это впереди. Вот он росточек. Начала уже делать прибавки в погоне. Сейчас расскажу, как я вяжу росток. Я уже, в общем-то, выхожу на середину передней части. Это у меня спица 2,5. Я постепенно перехожу на тройку укороченными рядами, добавляю вот тут вот петли передней части. Вот так это получается. Такая горловина интересная. Как я рассчитала росток? На спинку у меня пошла часть, там где было по 26 петель с каждой стороны, ну и 10 посерединке. Я вот начала вязать, например, вот, довязала ряд. У меня вот здесь соединение. Это соединение на спинке. Получается это с левой стороны. С левой стороны, значит, допустим, вот здесь, с левой стороны, вот, я довязала. И отсюда начала делать прибавки. Вот, сразу прибавила одну петлю. Это уже у меня будет реглан-пагон. И пошла вязать в эту сторону. Завязала. Здесь прибавила одну петельку. Теперь у меня выровнялось количество петель. У меня осталось по 27. 27 с этой стороны, 27 с этой стороны. Развернулась. Пошла вязать в эту сторону. И здесь я провязала аж сюда. Плюс одну петлю передней части. То есть я провязала 10 плюс 11 петель. Развернулась и сделала прибавки в лицевом ряду с двух сторон от погона. Пошла вязать в эту сторону. Ну, короче, ными рядами. Вот так. И сделала прибавки здесь. Двух сторон. Тоже провязав плюс одну петлю. После погона. Одну петлю передней части. Вот так. И дальше продолжала точно так же в следующем ряду. Пока что я в изнаночных рядах не прибавляла. Привязала плюс 3 в передней части. Возвращаясь. Теперь у меня уже лицевой ряд. Я добавила по одной петле в погоне. Далее. Довязала сюда. Провязала по одной петле. Добавила 3. Вот. 3 петли передней. Вот как и выглядят прибавки в погоне. То есть 3 раза я прибавила только в лицевых рядах. При вязании реглана погона прибавки нужно делать в каждом ряду. И вот со следующего ряда. Когда я добавила здесь еще по 3. Впереди. Со следующего ряда. Вот отсюда я перехожу на изнаночный ряд. И я начинаю добавлять по одной петле уже и в изнаночных рядах. То есть вот отсюда я уже прибавляю и в лицевых и в изнаночных. Я тут так изобразила. Затем я вижу в эту сторону. Добавляю 5 впереди. 5 с другой стороны. Потом 7. Еще 7. При этом в каждом ряду уже добавляю петли реглана. И выглядит это сейчас вот таким образом. Да, с одной стороны. Это с другой стороны. И вот уже скоро я замкну вязание в круг. Закончу уже укороченными рядами вязать. И перейду уже на круговой. И буду делать прибавки в регланных линиях в погоне. В каждом ряду. Что я уже и начала делать. Еще раз повторю. Значит я добавляла укороченными рядами. при привязывала довязывала на передней части сначала одну петлю потом 3 потом 5 потом 7 вам еще раз 7 и у меня здесь осталось 20 и я все вот таким образом я сделала росток изнаночные петли продолжать вязать 10 10 и здесь по 10 я связала уже плечо связала весь реглан реглан погон у меня сейчас на передней части и на спинке по 154 петли длину я не изменил он где-то сантиметров 17 18 где-то так теперь я перехожу к вязанию отдельно передней части и спинки теперь мне нужно каким-то образом поступить с этим погоном можно эти петли закрыть либо снять нам нить либо отдельно булавку на спицы как угодно либо их можно разделить пополам и включить петли передай если я эти петли закрою я сейчас покажу как это будет выглядеть я таким образом вязала летнюю тунику вот у меня также вырезан реглан погон и эти петли закрыты вот тут сверху на плече а потом уже обвязана пройму можно сделать таким образом но я хочу поступить по-другому я хочу эти петли разделить на две части мои безрукавки и вязать отдельно уже ключев их переднюю часть и спинку я не знаю может быть и так сделать так симпатично получается я решила эти петли разделить не снимать их отдельно а разделить на две части вот я провязала 5 4 5 10 петель вот 5 я сюда оставляю на эту часть и 5 на другую часть теперь я буду вязать меня будет 3 кромочных петли то есть я в начале ряда буду снимать 3 петли 2 3 это будет как ай-корд потом я провязываю 2 петли лица этом не изнаночная сторона и продолжаю вязать основную деталь то есть я разделила погон следующим образом у меня 2 изнаночные петли будут здесь и три петли кромочные но это надо немножко провязать чтобы было видно как это выглядит вот так уже выглядит на жилет я уже связала вот такую часть проймы сейчас покажу как это выглядит вот так это выглядит после стирки все это расправится вытянется если что можно немножко отпарить вот так у меня здесь получается такой типа ай-корд и две петли в общей сложности здесь у меня 5 2 изнаночные из краю я вижу кромочные лицевые как я делаю этот ай-корд очень просто вот у меня три лицевые петли я снимаю их все три и и начинаю вязать с изнаночной 2 изнаночной и потом перешла на лицевые и у меня получается такой шнурочек по краю проймы ну и получается здесь все очень аккуратно симпатично если у меня начало ряда с изнанки то я в любом случае снимаю 3 петли только пряжа перед работой и продолжаю вязать первые три петли снимаю а по лицевой стороне я их провязываю в конце ряда лицевыми я вижу одновременно обе части передние и задние так чтобы потом не считать ряды из клубка разматываю с двух сторон из и снаружи так у меня пряжа идет ну и сверху клубка матка и вот таким образом я вижу сразу одновременно две части передней части спинку довязала пройму уже объединила вязание в круг тут ничего сложного вот я связала таким образом потом объединила и опять здесь сделаю 10 изнаночных петель нам лицевой глади ну то есть у меня продолжается стиль погона здесь вот боковых швах посерединке это боковые швы пройму сейчас я померю какой длины я сделал пройма у меня 25 сантиметров 25 сантиметров провязала 25 сантиметров провязала ровно затем объединил все теперь вяжу по кругу хочу еще сделать разрезы 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 буду оформлять также как оформляла вот тут вот край проймы тремя кромочными с краю чтобы был такой вот айкорд по краю у меня уже тут клубочки пошли поменьше и соответственно полоски потоньше но все равно получается очень симпатично сразу после вот этого сиренево-розово разделила вязание на две части спинку уже довязала внизу закрыла айкордом единственная проблема теперь это все крутится здесь у меня закручивается край вот так я думаю что мне делать я попробую его отпарить открываю тоже айкорд из кромочных получилось симпатично здорово на все сделано и горловина с айкордом и тут внизу все здорово единственное вот так она закручивается если не получится у меня от парить его тогда я распущу провяжу здесь пару рядочков платочной вязкой и опять закрою айкордом впереди сейчас на спицах продолжаю за осталось совсем немножко довязала без рукавку внизу там где у меня закрыта и кордом я отпарила чтобы не откручивалась все получилось все классно держится аккуратненько паром отлично все выровнялось и теперь не крутится даже после стирки я постирала он все прекрасно вот так выглядит уголочек айкорд снизу айкорд вот здесь где у меня разрезик все прекрасно вот так ровно лежит не закручивается вот так выглядит без рукавочка целиком сейчас я покажу как это выглядит вот тут вот боковые швы я сделала здесь точно также 10 петель изнаночными такой разрезик спинка немножко удлиненная вылезла хвостик буквально на 1 сантиметр спинка длиннее чем переднюю часть пройма получилось достаточно большая немножко расширяется к низу за счет чего это получило за счет того что вот этот вот кусочек у меня связаны с пряжи немножко толще чем вот эти варианты пряжи поэтому она немножко так у меня получилось а-образного силуэт сейчас я померю весит 400 грамм но из-за того что она оверсайз поэтому ушло столько пряжи если сделать ее немножко поуже на вот например здесь убрать петли когда пройму делать можно убрать петли и она тогда будет уже но я оставила так как есть мне так нравится поэтому пока оставил померяю от ну вот от плеча длина 55 сантиметров вот здесь у меня стоечка горловина вот от плеча 55 ширина ну тут не знаю если смысл мерить ширину померю вот тут где плечи по плечам 54 ну соответственно здесь она тоже идет 54 вот так а потом уже начинает расширяться из-за толщины пряжи получалось очень удобная теплая элегантная вещь можно надевать как с брюками так и с юбкой здорово я померила разные варианты стильная классная можно использовать остатки и получится такая классная вещь описание без рукавки с полным расчетом в инфобоксе спасибо за внимание всего доброго до свидания